ответственный подошел сразу началось дополнительное движение инспекторы все начали ходить сразу выполнять свои должностные обязанности эти как происходит ну что там машина не пробиваемые вот эти нету ни у кого вообще и у тех тоже и у тех нет вообще не берет а у этих нет а тени не проверяли сюда троих оформляют нет он не составляет на другого там не там нет нет там нет водителя или вы распределили обязанности ладно потом так что-то задумали к схему какую-то реализовать что вы говорите пешеходы ходят по краснодару да уже ходят начинают ходить потихонечку пешеходы как считаете красным конечно там тоже ролик смотрели все-таки знаете некоторых пешеходов так как они ходят что тут теперь здесь надо посоветоваться ручка закончится они на бывает инспектор можете что на су что не сделать вы по телефон звоните хоть и а до сих пор что я делал алексей но вы уже я обратился уже 20 минут назад попросил эвакуатора вызвать вы не как улыбайте сходите у нее ту говорю 10 раз повторяю смысл даже если это можно будет те машину уточнить как нет по базе проверить что ли вон стоят там еще три часа отработали надо отработать его от ранил эвакуатор надо раз вызвать кому ему они вот этом вон там стоят это можно позвонили не берет трубку от инспектор сказал вон три машины инспектор сзади патрульный вот там же инспектора но они там пишут занят он один свободно то есть вы распределили обяз по участкам это на тот вы на это чтобы а вот стоять стой стой это чё делаешь ты чё делал он стоял перед пешеходным переходом и не пропуск пешехода осуществил он там стоял и не пропуск пешехода вон там не пропустил пешехода меня чуть не сбил часто ли не 20 назад и как не пропустил пешехода вон там и менее 5 метров стоял вот там стоял длительное время вот там вот там да за перед пешеходным переходом стоял и меня не пропустил на пешеходном чуть не сбил нарушил а вы как на проезжей части он чуть меня не сбил а зачем вы выходили на он чуть меня не сбил понимаете я пресекал и чтобы потому что инспектор не отреагировали он уехал и все у меня вот он разрешено выбрал меня чуть не сбил инспектор вот там в том месте во мере валерь он меня чуть не сбил вот там а инспектор не отреагировали о rez bar infer 50,5 Он уехал там, мы ему указали там, никто не отреагировал, он там стоял, полчаса стоял. Потом меня чуть не сбил, он там, вот там меня чуть не сбил, уехал, не отреагировали. Здесь сказали, он уже уезжал. Если бы я его не остановил, нарушитель скрылся. На каком основании? Вы просите, чтобы водители привлекали к административу? А мы просим, чтобы и пешеходов привлекали, никого не привлекли. Вот так ходят. Я пресекал административное правонарушение. Вы кто такой? А гражданин? Каждый гражданин имеет право... Ну пресекайте, пожалуйста, ну правила дорожного движения. Так он меня чуть не сбил. Нарушать не надо. Он меня чуть не сбил, понимаете? Так а зачем вы выходили на премьер? Так он уехал бы и все. Зачем вы под колеса ему кидаете? Я попросил остановиться, его присутствие инспектора. Они отреагировали, подошли. Если бы я не подошел бы... Вы стояли здесь, на пешеходной дорожке. Если бы я не подошел, он бы так же уехал. Я вот там ходатся заявление направлял инспектору, вот там. Ну уехал, уехал, понимаете? Как это уехал, уехал? Вот так вот. Он меня чуть не сбил, понимаете? Он в следующий раз поедет и собьет другого. Вот на переходе я переходил. Когда? 20 минут назад. Я переходил, а он поехал на скорости, чуть не сбил. Вы выйдете на проезжую часть. Чтобы попросить его остановиться. Другого варианта не было. Почему не было? Это крайне необходимо. Они не отреагировали, инспекторы. Не отреагировали, это один вопрос уже, понимаете? А сейчас вопрос к вам. Почему вы оказались на проезжей части дороги? Существует крайняя необходимость. Пункт 2.7. Какая крайняя необходимость? Чтобы пресечь более тяжелое нарушение. Какое нарушение? Вы под колесо автомобилю бросаете. Перед пешеходным переходом там стоял, раз. Перед пешеходным переходом там. Создавал угрозу жизни и здоровью гражданам. Он будет привлечен к административной ответственности. Он не был бы привлечен, потому что он бы уехал бы. Он один раз уехал и второй раз уехал. И вот там меня чуть не сбил. Моя жизнь в безопасности была. Это ситуация, нужно разобраться, понимаете? На кого наехал, перед кем там стоял. На кого не наехал, стоял. У меня есть фиксация, товарищ инспектор, есть фиксация. И есть обращение к инспекторам зафиксированное. У меня есть это все. Нет ваш паспорт, будьте добры. Ни оснований нет. Составим на вас административный материал. Нет, вы мне устные замечания сделайте, как другим делали. Другим пешеходам все инспекторы на камеру делали устные замечания. Всем, которые ходили по проезжей части. Вы сделайте устные замечания, предупредите, я так больше делать не буду. Да вы постоянно так будете делать. Я так не буду делать. Вы сейчас уже делаете, понимаете? Здесь злостный нарушитель. Какой злостный нарушитель? Я говорю, чуть не сбил меня при свидетелях. И там стоял перед пешеходным, нарушал права пешеходов. Он так же встанет. Да вам не дают право нарушать правила дорогих движений. А если инспекторы не реагируют, что делать? Так что теперь, под колеса бросаться? Нет, я мог остановить нарушителей и передать руки инспекторов. Я это сделал. Как вы могли? С одной своей жизни вы хотите ходить? Жизни никакой не было. Ну а почему вы перед автомобилем остановились? Потому что он еле ехал. Он еле двигался. А если бы он не остановился? Я бы отошел бы. А? Я бы отошел бы. А если бы вы не успели отойти? Он бы вас переехал. Да хватит, ладно. При инспекторах он бы этого не сделал бы. Не надо чего вы это делаете? Потому что инспекторы бездействуют ваши. Мы тут находимся с часу. Никто не может не эвакуатор вызовать. Ну вы чего хотите? Контента какого-то или сенсации? Я хочу, чтобы порядок здесь навелся в этом месте. Чтобы инспекторы работали. Если вы хотите навести здесь порядок, вы прежде всего сами порядок соблюдаете. Я сам и соблюдаю. Я сам и соблюдаю. Порядок. Ну как он вышел? Если он на дорогу вышел, вывезал, понимаешь? Я сам порядок и соблюдаю. Если инспектор бездействует, мы с ними находимся. Четыре, три экипажа здесь находятся. И никто не может остановить этого друга. Он катается вот так кругами. Я раз попросил остановить, второй раз попросил. Он со всех плюет, понимаете? На всех плюет. Я выполнил свой гражданский долг. Я остановил важного нарушителя. Важного. Важного нарушителя остановил. Серьезного. Они бы не остановили бы. Они не успевали. Это уже вопрос к инспектору возник. Вы понимаете? Ну а зачем мне вопрос? Он уедет и все. По проезжей части. Ну уедет, значит, да. Вопросы будут к инспектору, понимаете? К инспектору. Ну зачем мне эти вопросы, когда он встанет перед пешеходным переходом? Ответьте тогда за себя. Пойдет. Ответьте за себя. Пойдет человек. Пойдет человек какой-то. Он опять встанет. И может сбить. А сейчас, если он будет привлечен к ответственности, понимаете? Мы сейчас разговариваем вокруг долгого. Нужно говорить по факту, понимаете? Я говорю, если сейчас он понесет ответственность, он задумается об этом. Он понесет ответственность. В любом случае. А в другом бы случае он не понес бы, если бы он уехал. Вы же снимаете ролики свои, сбрасываете. Обращения свои оставляете. Не приходят люди. 10-15% людей не приходят в ГАИ. Точнее 10-15% приходят. Ну просто не приходят. Два месяца ждут, два месяца стекают, не приходят никто. Я не знаю почему. Научились, наверное. Что научились? Уходить от ответственности. Не приходят в ГАИ. А вы откуда знаете? Я писал такие обращения. У меня ответы приходили. Я сам занимался этим 3 года подряд. И потом понял, что лучше на месте только штрафовать, потому что он не придет и все. А завтра встанет перед пешеходным, пойдет ребенок, он его собьет. Вот что будет. И он меня вот там чуть не сбил. Да не надо говорить, что будет, что было и что прошло, понимаешь? Вот Игорь видел, как он стоял нагло. Его за одно нарушение оформили, вот этого наглеца. Он второй раз стал перед пешеходным переходом. Когда его оформили? Его уже оформили раз. Вот здесь он стоял. Сегодня, сейчас, час назад. Потом он встал перед пешеходным переходом, вот там на углу, на перекрестке плюсом. Его не оформили. Мы инспектору, я говорил, 20 раз все говорили. Инспектор, вот его не отпускайте, его оформляют. Надо обязательно привлечь к отвесу. Еще когда его оформляли здесь инспекторы за нарушение знака, они его отпустили. Он за знак привлечен. За знак. А вы хотите, чтобы еще вы его привлекли? Объясняю. Он перед пешеходным переходом стоял на правой стороне дороги. Перед пешеходным, на перекрестке. Перед тем пешеходным. У нас есть видеофиксация. Инспектор видел это. Я шел через пешеходный переход, он специально ускорился и не пропуск сделал пешехода. 12-18. Еще плюсом у него. Он чуть не сбил меня, понимаете? А инспекторы все это видят и ничего не мог сделать. Не свистнуть ничего. А что я могу сделать? Он уезжает. Два раза. Может специально они это делали. Поэтому этот человек, вот где он есть? Может быть они делали, может быть не делали. А где он есть этот человек? Ну вот джипа, где он есть? Отпустили что ли его? Я что-то не могу. Отпустили его? Я не знаю. А, составляете? А вы видели? Вы по-моему со мной ходили, как он меня не пропустил там. А, вот тогда второй инспектор. Нет, не тот. Вот тот сходил, не тот. А, все. И там стоял. А там стоял, вы видели то, что он стоял, да? Вот там. Там вы видели, да? Все. Там вы видели. Ну сейчас там у нас значит подойти. Вот этот, да? Да. Пойдем, подойдем. Там еще не закончится. По поводу вашего нарушения. Ну вы мне предупреждение сделайте устно и все как другим делали. Все же перед законом равны. Я никому не делал предупреждение. Все делали, инспектор, устное предупреждение. По дороге тут ходят вообще вот так, как хотят. Люди. Люди. Вообще все вот так ходят. Устное предупреждение. Здесь люди сейчас здесь ходят. Я кроме вас здесь никому не делаю. Мы зафиксировали, человек 30 за день, как переходили. Всем устное предупреждение было сделано. Не ходите через проезжую часть. Всем было сделано. Все перед законом равны. Если всем делать устное, то и всем надо. Если всех привлекать, то всех. надо привлекать у меня с виде фиксации все делали устное замечание все второй ряд устной замечание конечно устное замечание всем делали и вчера всем делали устное замечание всем вы хотите чтобы его от dominated перед законом равны конечно я больше так делать не буду если нельзя так делать вы же знаете что это делать нерея до я знаю что есть крайне необходимость за счет меньшего нарушение пресекается больше какая какая крайняя была выскочить на проезжать а потому что у меня чуть не сбил когда чуть не сбил когда-то сегодня когда-то сегодня час назад час назад ну так и что потому что мы скачали на дорогу специально чтобы он наконец-таки сбил переехали нет потому что инспектор не отреагировали на мое обращение они вот так пока повернулись он по газам бы уехал вот что было куда вы знаете как бы моя видела а я видел не пристегнута двигался водитель да к тому же я видел все я вижу что здесь все ходят вот так как хотят вон второй ряд стоит он как хочет никто не реагирует вон видите никто вот не пристегнутого закончим с этими вот видите не переместят никто не реагирует и все мусор замечаем делся и всегда делась устно замечания краснодаре всем пешеходам ни одного не оформили сколько у меня видеофиксации есть все мусор замечания о смотри уже выше уже все 12-20 а то есть ему можно просто отойдите и все да я вышел посмотрел что надо я вам разрешал меня снимать нет разрешал камерку убери а то чё у него документ не попросили а вон смотрите тут все ходят останови человек предупреждением сделайте пожалуйста на всем предупреждение вот он не будет останавливать все он уже ушел вот выше уже все уже нарушил чего паспорт у него не взяли за него то это вот . у кого . машину не кидался понимать важно так можно что так можно да только выйти на проезжать можно вот как он сделал можно я правильно говоря слушать и он мне так можно и на проезжей части так можно и перешел он подошел пострел туда крайняя к или не размет так можно ещё выходит на проезжую часть я着ка я а я перешел проезжую часть ли вы вышли перед машины остановили да я перешел пройтись а я перешел нет вы не перешли он доежиceu матчем отвечать и slow downbrow еще раз говорю вот нарушитель оформляет веки мы увижу ведь я нарушитель не оформляют и что дальше хорошо или плохо есть оформлять нарушить не знаю хорошо он понесет ответ законодательство инспектор принял решение значит хорошо не знаю хорошо какая разница он вышел на метр на три метра или на четыре метра чем отличается да ничем не отличается ну а почему у него не взяли по сути дела вы у меня сразу потребовали паспорт как только я на у него не потребовали я вам объясняю я вам объясняю пока почему вы не ко всем относитесь в равной степени в равной степени загоня почему мужчину вы отпустили требуете понимать я сами не я пешеходов требую чтобы замечание сделали замечания и всем замечать не требования ко всем были но если бы всех пешеходов привлекали тогда бы я согласился всем пешеходам делать замечание кто переходит куда физически привлечь ни одного не привлекли ни одного не привлекли ни одного вот вы даже отпустили вот вы даже нарушителя вот он нарушил вышел на проезжую часть уже часть 1 12 возле он уже вышел все должен быть штраф вы просто ему сделать замечаю спокойно пошел послушайте давайте тогда я же вам говорю исходя уже вы сделали замечание исходя уже из ситуации понимаете надо смотреть здесь раз такая пола раз такое положение складывается давайте садись с удовольствием я давали что препятствовал движению транспорта выпуска на проезжую часть дел шаг он 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 вышел на проезжую часть молодой человек не у машина садится я ничего вам не говорил машина убирать есть там там можно разогнали уже все и на парку это машина стоят нет там не разгоняю никого там все ставят вот смотрите инспектор вот что будете делать вон девушка сейчас наверно пойдет подойди сюда передумала а вы говорите не ходит здесь все ходит в день 100 человек ходит на глазах у инспектора в том числе вон ходит смотрите по проезжей части дядька вон будете тоже ходить я не буду ходить зачем я не хожу нет конечно я не ходил никогда просто это нарушители злостный очень оказался и дерзкий если он и злостный нарушитель этого не дает право дает право когда даже даже в на в кодексе написано когда цена жизни стоит на кону или здоровья сдает право так кодексе написано надо конечно надо конечно